Всем привет! Сегодня приготовлю творожную запеканку с изюмом. Семейный рецепт. Первонаперво подготовлю форму. Форма, которую буду выпекать, 26 сантиметров. Выстелил пекарской бумагой, борта промазал сливочным маслом и присыпал панировочными сухарями. Можете воспользоваться печеньем, можете измельчить печенье с авоярди для тирамису, то есть то, что у вас есть в доме. Если ничего нет, то тогда просто просыпьте мукой и стряхните ее, естественно. Для рецепта понадобится 4 яйца. Каждое яйцо теперь вбиваю отдельно, на случай, если какое-то испорчено. Добавляю 50 грамм сахара или 3 столовые ложки, 80 грамм манной крупы или 8 столовых ложек, пол чайной ложки ванили, пол чайной ложки соли, 200 грамм 30% сметаны. Ну и все тщательно перемешиваю венчиком. В массу добавляю 100 грамм изюма, который я предварительно на 15 минут залил кипятком, пропускаю через сито и отправляю в массу. Ну и добавляю вот такой вот творог. Жирность его 0,2%. Продается в любом крупном магазине. Так, ну и все тщательно перемешиваем. Творог такой пастообразный, он вообще практически без крупинок. Если вы хотите добавить больше сахару, это ваше личное дело. Я бы этого делать не стал, потому что в изюме сахара достаточно. А если вы будете делать без изюма, то наверняка вы запеканку будете есть либо со сгущенным молоком, либо с вареньем, либо сахарной пудрой. То есть сахар вы сможете добавить всегда. А вот если будет приторно-сладкий, то тогда уже все, сливай в воду. Так, ну и отправляю массу в форму для выпечки. Обратите особое внимание при выборе формы для выпечки, чтобы она не была у вас слишком маленькой, потому что запеканка во время выпекания, она сильно увеличится в объеме. Пару раз я прокрутил, чтобы выровнялась поверхность. Ну и я отправляю запеканку в холодильник. Выпекать я ее буду завтра. За это время у меня манная крупа хорошо разбухнет. Но если вы хотите ее выпекать уже прям немедленно, ну давайте хотя бы ей поставить полчасика. Ну вот еще момент, который я забыл. Тоненько нарезаю масло и отправляю на поверхность запеканки, чтобы при выпекании у меня не образовывалась жесткая сухая корочка. Масло можно точно так же растопить в микроволновой печи и добавить в запеканку. Вот буквально 25 грамм масла. Этого будет достаточно. Убираю в пакет, чтобы она не заветривалась. И в холодильник. Ну вот, друзья, запеканка простояла у меня ночь в холодильнике. И теперь я ее буду выпекать. При температуре 160 градусов первые 30 минут вверх-вниз. Затем я духовку переключу на температуру 180 и буду запекать еще 15 минут. Общее время запекания у меня составит 45 минут. Уровень нахождения формы в духовке ниже среднего. Ну вот, полчаса прошло. И я переставил решетку с нижнего положения в среднее положение. Ну и допекаю теперь при 180 еще 15 минут. Запеканка готова. Помните тот момент, когда я вам говорил, что выбирайте форму, потому что запеканка будет подниматься. И вот, вы видели результат. Она была чуть выше середины, а теперь, когда она запеклась, то поднялась почти на всю форму. Так, ну вот эти излишки сливочного масла я промакиваю бумажным полотенцем. Слегка ее смажу. Но дам ей немного остыть. Еще один важный момент. Если вы запекаете в такой разъемной форме, то настоятельно рекомендую на ночь в холодильник убирать именно в мешке. Потому что творог, он все равно, влага будет отделяться. И если у вас форма не совсем плотно прилегает, чтобы ваша жидкость в холодильнике у вас просто-напросто не растеклась. Осталась хоть по крайней мере в мешке. Ну, а так вроде бы все. Но я, наверное, не буду ждать, пока запеканка полностью остынет, потому что народ уже требует. Да, еще горячая пекарская бумага отходит плохо, несмотря даже на то, что я ее просыпал. Ну, вот, в принципе, потихонечку пошла, пошла родная. Так, ну и опять в царелку переворачиваем. Ну, вот, друзья, запеканка готова. Результат вы видите. Ну, и сразу отрежу для супруги. Так, ну, вот она еще дымит, еще горячая. Вот такая она в разрезе. И здесь, как я уже сказал, можно добавить сахарные пудры, варенье, сгущенки. То есть сахара осторожно. В изюме сахара много. А я на этой ноте с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.